Северная Корея пригласила ряд журналистов из некоторых стран, чтобы те стали свидетелями демонтажа тестового ядерного полигона Пунгери. Однако список представителей СМИ из Южной Кореи Пхеньян долго отказывался утверждать из-за военных учений, которые проводят Сеул и Вашингтон. Впрочем, во вторник список южнокорейских журналистов всё же был утверждён. Об этом объявило Министерство унификации Южной Кореи. «Этим утром правительство представило список из восьми журналистов с северной стороне через канал коммуникации Пханмунджом. И северная сторона приняла этот список». Другие журналисты уже прибыли в северокорейский порт Вансан. Однако им говорят, что поездка на Пунгере пока невозможна из-за плохой погоды. Как предполагается, так власти пытаются их задержать, чтобы дождаться южнокорейских журналистов. Тем временем переговоры на высшем уровне между Северной и Южной Кореей, скорее всего, возобновятся после 25 июня, когда завершатся военные учения. Об этом сообщил представитель южнокорейской президентской администрации в Вашингтоне. Заявление он сделал после завершения встречи президентов Дональда Трампа и Мун Джаина. «Два лидера обсудили недавнее заявление Северной Кореи в отношении Южной Кореи и США, а также пути решения любых проблем, которые могут возникнуть в процессе денуклеаризации КНДР». Госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции также отметил, что по-прежнему идёт подготовка к встрече президента Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына. Она намечена на 12 июня и должна пройти в Сингапуре. Ранее Ким Чен Ын заявлял, что из-за военных учений саммит оказался под угрозой срыва.